Встреча с Минаевом Встреча с Минаевым Встреча с Минаевым И потом в восьмом году, когда начался кризис. Да. В общем, мы как бы являемся той партией, которая вроде бы как МЧС. Это у нас есть. Если возникает сложная ситуация, то уже думают, ну пускай они приедут. И они делают, поскольку обычными методами не проходят. Мы за демократию. Я очень люблю и хочу, чтобы были свободы. Но тогда нужно какое-то вот такое жесткое волевое решение. Не в смысле репрессий. Сказать, вот так мы будем делать. Вот это недопустимо. Вот это вы не будете делать. Вы не будете торговать этими. Вот возьмите эти овощи, фрукты из Европы. Мы ни одного фрукта, овоща у вас не примем. Вот стойте на границе и пробуйте. Из этой партии огурец откуси. Все нормально, забираем. То есть жесткую линию занимаем. А кто должен следить за чистотой выборов? Ну конечно для этого избиркомы. Если там у нас были бы все, так сказать, представленные достойно политические силы. Вот у нас везде почти есть. Ну и зажимают, подкупают, шантажируют. Он говорит, ну ты вот здесь сидишь у нас там, какой-то край дальний. А что Жириновский в Москве, ЛДПР где-то там. А здесь ты если будешь нам мешать, то значит вот мы тебя здесь будем прижимать. Там детский сад, работа, там путевки и так далее. Легко человека маленького зажать. Не зарегистрировали партию Парнаса. В связи с этим был скандал о том, что в списке были внесены мертвые души. Ну Чичиков, то есть Гоголь 2. Да, это вполне возможно. Потому что очень трудно собрать 45 тысяч, значит, живых членов. Потому что люди говорят, а что вступать, а что вы нам дадите? Уже прошло 20 лет, когда была первая демократия у нас, первая весна. Люди, ой, давай, наконец, вступлю в партию, в КПСС не брали. А сейчас все понимают, а что вступать? Это что нам даст? Тем более если видеть, что Кремль против, как бы общая, в целом власть против. Скажет, что мы будем считаться людьми какой-то партии антироссийской. Поэтому, конечно, их нет 45 тысяч. С чем идти? Вот знаете, с чем они должны привлечь? Костянов был при Ельцине. Вот на вопрос, с чем идти, а с чем пойдут на выборы правое дело Просоровское? И с чем пойдет на выборы справедливая Россия? То же самое. Справедливая еще может обмануть. Мол, мы хотим социализм, но Зюганов там слишком ортодоксальный, слишком радикальный, слишком марксист. А мы дадим немножко такой розовый такой социализм. Но они понимают, что молодежь уже в это не верит. А ортодоксы, вот настоящие, кто были за коммунистов, они будут за КПРФ. Они ни в коем случае не качнутся под справедливую Россию. И она мне раздражает справедливую Россию. Они в седьмом году не прошли. Четыре процента. У них стабильно больше четырех не могут получить. В седьмом году у них было четыре. Миронов в ногах валялся в Кремле у нужных людей. У ЛДПР забирают четыре, добавляют им, они прошли в парламент. Слушайте, а вот насчет... Ну что это такое? Это же 40 депутатов сидят на чужих местах. На моих. На местах ЛДПР. Не противных видеть четвертый год там? У меня вот вопрос по Миронову. Значит, Миронов всегда был человеком власти. Значит, его сняли. Сейчас мы видим, он, значит, едет на антиселигер. И он начинает выступать как оппозиционер. А ему вот самому не смешно? То есть, какая была задумка Миронов? Значит, вот началось создание единства. Потом отечественная вся Россия. Потом их соединили. И, наконец, родилась эта единая Россия. Но они понимают, что ни одна правящая партия в условиях России долго не может находиться у власти. Нужен запасной вариант. И они видят, что лучше левее взять. Они слишком правые взяли крен в пользу богатых чиновников. Вот они дали задание ему. Давай, Миронов, партия жизни. Попробовали. Миронов, один процент. Партия жизни. Потом сами запустили пенсионеров. Ну неудобно, что же, страна пенсионеров, что ли? В мире нет такого, чтобы была партия по возрастному принципу. Ее покрутили. Есть голосование. Можно ее. И запустили родину. Ну, давай-ка вот на этом таком правом уклоне с носталистическим душком. И потом решили их слить в одну. И поручить опять Миронову, свой человек. Рогозин опасный. Гартунг опасный для них. Вот жизнь. Это вот пенсионеры и родина. Вот и слили. И говорят, играй на левом поле. Дави Зюганова. Но они же должны были давить вас и Зюганова. А в итоге они начали нападать на единую Россию. В чем смысл это был? Смысл в чем? Если бы можно было задавить нас, и нас они не могли, они вступили в социнтерн, нельзя поднимать национальный вопрос. Все, мы все пролетарии, все мы интернационалисты. А Зюганова они могли давить. Но чем они больше нападали на Зюганова, тем больше голосовали за Зюганова. И меньше за единую Россию. То есть они испортили им расклад политических сил. И теперь он будет оппозиционером, Миронов? И теперь он просто вынужден хоть как-то оставаться до 4 декабря. 4 декабря. Если в Кремле решат не помогать, они остаются за бортом. У нас есть агент. В эфире, напоминаю, что нам в эфир можно позвонить через агент Мэл.ру. Дайте, пожалуйста, первый агент. Роман, добрый вечер, вы в прямом. Здравствуйте, у меня вопрос к Владимиру Вольфовичу. Владимир Вольфович, вот вопрос такой банальный. Что делать молодому человеку, 25-30 лет сейчас в России, к чему готовиться уезжать из страны? Или оставаться тут и надеяться на лучшее? Если надеяться, то когда это лучшее ожидать? Через 5 лет, 10 или может быть 50? Спасибо. Как вы сказал, Артур? Роман? Роман. Роман, я ждал вот такого момента, как ты, 43 года. В 43 года начались изменения в нашей стране. И я смог заняться тем, чем я хотел. Вам 43 года? Мне кажется, было 43. 43 года было. Роману сейчас 25. Я вас уверяю, Роман, раньше будет улучшение. И сегодня очень много возможностей. Ни в коем случае никуда не уезжать. Вас нигде не ждут. Если Америке или Европе нужны, то это великие математики, допустим, Перельман. Или великий какой-нибудь химик, Менделеев. Или великий атомщик, Сахаров, Курчатов. Вы там не нужны. А мыть проверки в чужих лабораториях, или вышибалами работать, я там знаю, доктора наук, вышибала в ресторане. Там своих докторов наук. Поэтому никуда ехать не надо. На чужбине противно. Чужая страна, язык, культура, все чужое. Эх, какой смысл ломать? Это же родина наша с вами. Россия. Но сегодня есть достатки, согласен. Но это же наша великая страна. Нас все боятся. Да, у нас что-то не получается. Ну что, у нас в магазинах нет товаров? Да любые товары есть. Что-то не может полететь сейчас в любую страну. Бразилия вообще уже по внутреннему паспорту принимает. У нас больше свобод, чем там. Ты вот сейчас мне этот вопрос задаешь, там ты не посмеешь вопрос этот задать. Там он сказал кто-то про национальность в кафе. Я говорю, полгода термой грозит. А вы можете поливать кого хотите здесь, и вас никто особенно и не трогает. Поэтому не надо думать, что там много возможностей. Там из вас выжмут все. Как мочалку сделают, и, может быть, вы заработаете свои 2000 евро. Я же разговаривал с ними. Говорит, Владимир Владимирович, я говорю, ну как живете? Я говорю, мы разочарованы. То есть получают, условно, какую-то энную сумму. Аренда квартиры, аренда машины, оргтехника, налоги. Все заплати. И чистыми остается 500 долларов. Ну зачем жить на чужбине, чтобы иметь реально всего свободных 500 долларов? Дайте еще агент. Ну зачем? Ален, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Алена. Говорите, Алена, говорите. У Алены звук проходит. Говори, громче. Как вы относитесь к тому, что машину с плоскостопием водить можно, а вот как в армии служить, так нельзя? Что еще раз повторяю? Я понял, что с плоскостопием машину водить можно, а в армии служить нельзя. А вас как это волнует? Вас плоскостопие или что? Или вы в армии служите? Ну, видимо, парень знакомый. Парень, да? Которого, значит, машину ему же решают водить, а в армию не берут. И кое-кто старается себе сделать плоскостопие. Ну понятно. И вот она думает, почему проблемы такие? Машина вроде бы источник повышенной опасности. И можно. Проблемы нет. Армия вроде бы это основание, чтобы его не принимать. Армия это очень важный такой инструмент. Здесь действительно любой дефект может оказаться препятствием для выполнения воинского долга. Поэтому здесь большие претензии к здоровью, потому что может быть это десант внезапный, внезапный подъем, и марш-бросок. И вот сейчас вот наши военнослужащие ведут настоящий бой. Понимаете, мы 22 июня отмечаем 70 лет назад началась война. А то же самое происходит сегодня. Также предрассветный лес, 22 июня, там 5 утра, и спецназ погибает 5-6 человек. Поэтому это есть перечень заболеваний, по которым, значит, ограничен призыв. Владимир Вольфович, вы затронули в выступлении, в пресс-конференции был затронут очень важный момент по национальной политике. Ваше предложение, это 12 или 14 губерний, да? Да. Мы смотрим, как развивается эта история. Я помню, что, в общем, вы делали яркие заявления по событиям в Кущевке, где был национальный фактор вплетен, и по Манежной площади. Вот сейчас последняя история с Будановым. Какая у вас позиция? Ну, мы считаем, что мы единственная сегодня страна в мире, где есть внутреннее деление государства по национальному признаку. Этого нет ни в одной стране мира. Сверхмногонациональная Индия, ультрамногонациональная Америка. Вообще все приехали со всего мира, там, не знаю, федеративные отношения в Бразилии, в Германии. Но нигде нет названия национальности для названия территории. Это, может быть, штаты в Индии, которые называются собственные названия. Но не названия народа, который там живет. Вот Югославия, последняя рухнула. У них было шесть республик. Вот именно с названиями титульных наций. Словения, Хорватия. И то, Босния и Грецеговина, это название территориальное. А как у нас поступать? Вот Дагестан, какой губернин? Дагестан? Вот Дагестан, переведем на русский язык. По-русски, Горский край. Вот отлично. Горы. А Чечня? Вот и Чечня присоединяем туда. Горский край. И Ингушетия. А Северная Осетия, Карачаево-Черкесия, Кабартино-Балкария, как Найчевский район Ставропольского края, Владикавказский район Ставропольского края, и вот здесь вот Пятигорский, Домбайский район Ставропольского края, поскольку есть город Черкесск, национальное название, и Карачаевск. И мы дадим Домбай, туристическое место. Вот. И возьмите Хакасия и Тува. Кызылский район, столица Кызыл. А с улицами-то чего делать? А вот что делать с улицами? То есть вот на улицах, вот последние видео я видел позавчера, когда ехали, по-моему, дагестанцы или кто-то, они едут, они нарушают правила, они сдают аварийные ситуации, все снимают на мобильный, значит, телефон, все это выкладывают в интернет. Ведь Манежка-то, она из чего родилась? Она родилась из-за того, что противостояние, не потому что карта так называется, а потому что есть реальное противостояние на улице. Да. Значит, здесь пропаганда должна идти мощная при советской власти. И при царе это было недопустимо. Но штыков боялись. Боялись. Полиция боялись. Я собираю, ну-ка, дагестанскую диаспору ко мне, сюда, 300 человек. Если один ваш молодой человек еще раз что-то сделает на улицах Москвы, вы все покинете территорию города Москвы. А почему так не делать? Вот не умеют. Ну как, а что не умеют? Что тут сложного-то? Ну потому что они этими занимались никогда. Если это моя жизнь, я жил 18 лет в Казахстане, два года в Грузии, и занимаюсь Востоком, и занимаюсь спецслужбами, то они совершенно от этого в стороне. И в этом смысле это определенный...